Хэллоуин в Танк Онлайн. Вот кто любит Хэллоуин в Танк Онлайн? Поставь лайк и напиши комментарий. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультра контейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта тег создателя контента Vider, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И всё. Итоги будут проведены на моём стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Vider и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем обсуждать достаточно интересную тему, связанную с Хэллоуином, потому что, ну, стримочки проходят, видео, соответственно, проходит. И ребята уже потихонечку, понемножечку начинают спрашивать, когда же будет Хэллоуин, что там будет, как вообще эта вся система у нас будет работать и какие-то, возможно, интересные ивинтики у нас, соответственно, тоже будут присутствовать. Так, короче, естественно, обо всём по порядку мы с вами будем говорить, но перед этим обязательно поставь лайк и напиши комментарий, не поленеть, ну, чё тебе сложно, вот, что ли, ну, ты сижу там ролики записываю, инфу какую-то рассказываю, а тебе сложно лайк поставить, комментарий написать. Если лайк ещё ставят и комментарий прям, ну, ну, тем такая себе неблагородная, напиши хотя бы, агу, 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 вот, ну, но напиши, надо. Короче, что у нас, соответственно, по делам душевным таким обстоят. Вчера в телеграм-канале Танкфлайн появилась какая-то у нас интересная штука, связанная с клоунами каким-то. Возможно, это у нас переурочено к какому-то другому празднику, как говорится, спойлер небольшой есть, из чего можете в телеге Танкфлайн чекнуть. Но там буквально пару, не пару, а один скриншот, даже фотка того, как разработчики рисуют, там какие-то клоуны. Возможно, это у нас будет, кстати, темка на Хэллоуин, что, ну, вполне таки себе вероятно, может быть, они уже так заранее готовятся. Вот, и на самом-таки деле, почему мы записываем ролики буквально за месяц, потому что Хэллоуин у нас празднуется 31 октября. В Танках он плюс-минус начинается именно праздноваться в то же самое время, но еще и пораньше. Где-то примерно за неделю, возможно, на этом как раз-таки празднике, в этом году тоже это вся будет проходить. Тема целых, соответственно, две недели. Скорее всего, так у нас и будет. Значит, вот, начнет с какого-то там 20 какого-то или 19 числа и, соответственно, до 31 разработчики у нас будут отдыхать. Но для этого им нужно какую-то интересную программу сделать. Сейчас мы по Бырику, по Шурику пробежимся по двум остальным, соответственно, таким мероприятиям. То есть, Хэллоуин, Хэллоуин в Танках онлайн. Вот кто любит Хэллоуин в Танках онлайн? Поставь лайк, напиши комментарий. Я люблю. Я, я прям, не знаю почему, но для меня, а я знаю почему, потому что это у нас идет тема с предыдущих роликов. Потому что в тот момент, когда для меня танки стали мега скучными, это 14-й, соответственно, 15-й год. Я уже думал уходить целиком полностью в Танчиках. Разработчики берут и вводят у нас супер новую карту. Их там какие-то вроде бы 10 или их 20 голды. И настолько атмосферно вся эта штука лично для меня, опять же, проходила, что я был просто в диком восторге, в диком счастье. И это получилось прям действительно здоровски. Вот, в 2020 году Хэллоуин у нас какой происходил? Так, атмосферное изменение карты, билборды. Потом у нас скидочки были 30%. Тогда, кстати, возможно, ребята, в этом Хэллоуин, в этот раз тоже у нас будут скидочки не очень сильно большие. Но я так думаю, будут они у нас, возможно, и под полтосика, а может быть и 30%. Потому что, ну, типа, праздник такой, на них особо никогда не было суперских прям скидок. Как на Новый год или на День Таткиста, или на День Рождения Танков Онлайн. Специальный режим у нас были... Так, а что по спецушкам? По спецушкам, по спецу... Э, специальный режим. Появится отдельная очередь на специальную Хэллоуинскую карту. Там у вас не будет союзников, ведь каждый будет только за одного... Э, ой, ДМочка, ДМочка, я люблю, вот это хорошо. Ракеты падали у нас в 2020 году. Красочки, миссии, кстати, особые были, в которых можно уже было себе фармить ультраконтейнеры. Но миссии, вроде бы, я даже не сказал, что прям душноватые, за исключением вот это. 20 тысяч очков нужно как-то наколотить. И что самое, не на есть интересное, еще у нас были миссии, именно поймай золотые ящики. То есть, вот этими заданками разработчики, как говорится, намекали, что тебе придется заходить в эти карты и в эти режимы, потому что голдики нужно у нас ловить. Голдики, соответственно, нужно у нас фармить. Так, ну и, в общем-то, ну и, в общем-то, все. Как я у нас и говорил, эта вся тема у нас проходила тоже в два этапчика, да? Или здесь в один этап она у нас проходила? Так, подожди, или вроде в 2021 году? А, здесь, да, 29 октября только. Так, ну, значит, здесь у нас все по старой механике было. А здесь, да, здесь уже, соответственно, с 22 октября по то самое, то самое, то самое, то самое, до по 1 ноября. Те, как говорится, временные такие штучки, которые заставляют разработчиков делать кучу-кучу всяких обновок. Здесь уже, кстати, было у нас побольше. Всяких режимов нужно было на, вроде бы, викинге, плюс, соответственно, кувалде измененную. Это было, типа, зомби. И там был джаггернаут. Режим получился прям фармовый, именно если ты у нас на джаггернауте становишься, потому что его было практически не убить, не доехать до него. Он занимал одну позицию и убивал всех. То есть, карта прикольная, но карта была старая, которая уже, соответственно, присутствовала в танечках. И на ней на джаггернауте было максимально просто играть. Потом, соответственно, был у нас режимчик, просто кажется на себя. Да, это, вот, кстати, измененный ёршик у нас был. В этой всей темке. И, в общем-то, усё. По скидочкам, по скидочкам, также 30%, я так думаю, в этот праздник у нас тоже будут скидончики, ребята. Максимум, ой, извините, ударил. Максимум 30%, ну, опять же, потому что на Хэллоуин обычно так всегда. Может быть, разработчики раздобреют, захотят немножко побольше заработать. И устроить скидочки побольше. Потому что, всё-таки, в этом году у нас дисконт уикендов, как говна с сеновалом, как говорится, каждые выходные что-то такое интересное проходит. Плюс скидочки, плюс, соответственно, веселуха и движуха всякая у нас. Ну, не всегда, конечно, но в большинстве случаев она у нас происходит и случается. По заданочкам, по заданочкам, по заданочкам у нас были душные заданки или нет? Набрать 5000 очков, использовать повышенный урон, минки использовать, уничтожь танки, уничтожь танки. Ну, задания такие, знаете, максимально, кстати, простые. Кстати, задания хоть и максимально простые, но 10 ультраконтейнеров давали. Я надеюсь, в этом году будет у нас побольше, чем, соответственно, 5 заданочек. И за шестую тебе уже даётся вот эта вся тема. Потому что, ну, по сути, набрать 5000 очков, использовать вот это, вот это, уничтожь танки. Вот, и опять же, уничтожь танки. Это всё выполняется за один вечер. И всё. Ну, как-то, блин, я почему-то думал у себя в голове, что прошлый Хэллоуин прям был максимально сточный, максимально долгий. И максимально продуктивный. Но, походу, походу, я у нас немножечко ошибся. Ну, вот эта тема интересная. Вот, кстати, что я у нас хочу, чтобы было в этом году. Ну, во-первых, в этом году уже, как и предполагали другие ребята, которые, соответственно, смотрят мои стримчики и присутствуют на них, что было бы шикарно, чтобы разработчики сделали новую HD Хэллоуин карту. Это было бы очень-очень круто. Возможно, опять же, там некоторые ребята будут говорить, что он на ней будет лагать, но я вас уверен. Да и такой вопрос. Представляете, что можно сделать на Хэллоуинской карте HD? Там же можно такую атмосферную атмосферу замутить. Это просто будет развал башки. И как раз-таки, мне кажется, разработчикам нужно будет в этот промежуток времени взять и прям целиком и полностью отдаться этому празднику. Потому что, как я еще раз повторю, Хэллоуин это тот праздник, на который возвращаются у нас очень много танкистов. Прям, ну, сверхмного танкистов, которые могут весь год вообще не играть, а вернуться только лишь под этот праздник. Это будет прям пинок и мотивация для того, чтобы взять и в этих танчиках подостаться. Потому что эта тема будет актуальна, соответственно, всегда в танках. Ну, по крайней мере, до того момента, пока они у нас живут. Поэтому, если что, если что, разработчики вы наблюдаете и смотрите за моим каналчиком. Обратите свое внимание. Месяц, как говорится, есть. Можно немножко пропотеть. Немножко, как говорится, поднажать. Текстурки уже некоторые имеются. С HD-карты и с HD, соответственно, Фореста. Забабахать, что-нибудь такое вкусное, интересное, нарисовать. И получится прям сверх гениально и сверх уникально. Я так думаю. Вот этой темы вообще не нужно брезговать. Потому что Хэллоуин, опять же, повторюсь, это тот момент, когда очень много ребят возвращается в танки онлайн, чтобы посмотреть, что изменилось, что произошло. Вот так же, возможно, в этот Хэллоуин у нас будет опять какое-нибудь кольцо вот этого ада, по которому нужно будет бегать, собирать конфетки. Тема достаточно интересная, уникальная в какого-то своего рода. И некоторые ребята, которых даже я не знаю, у нас проходили как минимум два этих круга прям без доната. И собирали, соответственно, себе и кризисы, и броненосцы, и кучу призов, соответственно, сочных. Но мне, к сожалению, не повезло. Потому что я у нас голодики на своем основном каунте не ловил от слова совсем. Вот. И не прошел я вроде бы даже первый круг. Вот так вот мне жестко не повезло. Меня постоянно откидывало назад. Было бы прикольно, опять же, что-нибудь такому поучаствовать. И опять же, будет интересно посмотреть, какие скинчики у нас будут в этот раз. Но на этот вопрос мы еще, я так думаю, запишем не один ролик. Потому что спойлеры от разработчиков, я надеюсь, будут какие-то вкусные, интересные. И потом посмотрим, что из этого у нас выйдет, что из этого у нас получится. На этом мы с вами, я так думаю, будем прощаться. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok